Привет, YouTube! Рад видеть вас на продолжении изучения классификации тестирования. Сегодняшнюю лекцию мы начнем с типов тестов по степени важности тестируемых функций. Всего их три. Это смок-тестинг, тест критического пути и расширенный тест. Тип номер один это смок-тестинг либо дымное дымовое тестирование. В англоязычных ресурсах также можно найти такие названия как Intake Test, Build Verification Test. В общем, все будет зависеть от того источника, в котором вы будете черпать свои знания о данных видах тестирования. Смок-тестирование проводится на начальном этапе, например, после нового билда. Build это некая промежуточная версия нашего продукта. И в первую очередь смок-тестирование направлено на проверку готовности разработанного продукта к проведению расширенного тестирования и определения общего состояния качества продукта. Обычно это короткий цикл тестов, либо же вообще один тест, который подтверждает либо отрицает факт того, что приложение стартует либо выполняет свои основные функции. На примере уже полюбившегося нами интернет-магазина смок-тестирование представляет собой один тест-кейс, когда мы логинимся в систему, ищем необходимый нам товар, добавляем его в корзину, производим оплату, подтверждаем ее и получаем наш заказ. То есть все вот эти вот шаги можно смело вносить в один тестовый случай, и если он будет проходить, то есть ожидаемый фактически результат будет одинаковым и получаем наш товар, то смок-тестирование считается успешным. Для смок-теста есть только два варианта развития событий. Мы можем сказать либо да, либо нет. В случае, если мы говорим нет, то есть наш тест фейлится, то дальнейшее тестирование не проводится. Мы направляем баг на разработчика и останавливаем процесс тестирования полностью. Стоит отметить, что смок-тесты должны быть быстрыми и легковесными для того, чтобы их можно было запускать очень часто. Забавный факт, как вообще появилось такое название, как смок-тестирование. Есть две версии, по крайней мере, которые знаю я. Одна из них это версия про печников, то есть когда печники заканчивали строительство той или иной печи, то они зажигали в ней огонь, и если из некоторых отверстий, которые по сути должны были быть цельными, выходил дым, то тогда люди понимали, что был нарушен какой-то процесс строительства либо конструирования данной печи. А вторая версия связанная со схемотехниками, то есть когда запускали какой-либо станок, либо суперкомпьютер. Если платы начинали дымиться после какой-то высокой нагрузки, то тоже люди понимали, что был нарушен какой-то технологический процесс, и опять же нужно что-то исправлять. Поэтому за этим типом тестирования и закрепилось такое название, как смок, либо дымное тестирование. Второй тип тестов по степени важности это тест критического пути. На английском он называется Critical Path Testing. Что же это такое? Это основной тип тестовых испытаний, во время которого значимые элементы и функции приложения проверяются на предмет правильности работы при стандартном использовании. То есть это типичный пользователь в типичной повседневной жизни выполняет какие-то свои типичные задачи, и именно эти типичные задачи мы и проверяем. Чаще всего на практике на данном уровне тестирования проверяется основная масса требований к продукту. Например, это выбор шрифта, возможность набора текста, вставки картинок и так далее и тому подобное. Тестирование технического пути может быть как позитивным, так и негативным. Если вы забыли, что такое позитивные и негативные тесты, то сейчас вверху появится ссылка, по которой вы можете перейти и освежить эти знания в своей памяти. И заканчивает данный вид классификации расширенный тест, либо extended тест. Под данным тестированием подразумевается проверка нестандартного использования программного продукта. Например, если мы будем вводить специальные символы в поле логина, либо же нелогично кликать по кнопкам, работать на многих вкладках одновременно, то есть максимально загружать нашу систему, либо выполнять какие-то супер-мега-выдуманные негативные тесты. Это то, что я хотел рассказать о тестах по степени важности. Давайте теперь поговорим о типах тестов по цели тестирования. И начнем мы с вами с new feature test, либо тестирование новой функциональности. Я буду писать на английском, чтобы вы немножко привыкали к этой терминологии. По сути, это проверка качества новой функциональности, поставленной на тестирование. И обычно new feature test тестируется полным тестом, то есть проходит все этапы, начиная со смок, затем идет тест критического пути и заканчивая расширенным тестом. Тестировщики практически каждый день сталкиваются с new feature тестом, то есть, по сути, новая функциональность приходит к тестерам во время какого-то спринта. О спринтах мы поговорим с вами чуть позже, когда будем разговаривать об такой гибкой методологии, как agile. Для начального понимания вы должны представлять, что спринт это некоторый промежуток времени, в который команда доставляет некоторую новую функциональность до нашего заказчика и представляет ее. И вот именно в этом спринте часто приходят какие-то новые фичи, новые функциональности, которые в дальнейшем будут тестироваться в рамках new feature test. И, наверное, здесь стоит отметить самый важный вид тестирования, который занимает у тестировщиков больше всего времени. Это регрессионное тестирование. Что же такое regression testing? Это тестирование ранее проверенной функциональности с целью удостовериться, что изменения в коде, например, добавление новой функциональности, либо же исправление какого-либо дефекта, не повлияло на работу старой функциональности. Регрессионное тестирование может быть проведено как на уровне smoke, так и на уровне critical pass, так и extended. Я хочу более подробно остановиться на данном виде тестирования, потому что часто на собеседованиях могут спросить некоторые подводные камни, связанные именно с этим видом тестирования. И, в принципе, для того, чтобы у вас сложилось некоторое понимание, почему этот тип тестирования так важен в нашей работе. Данный вид тестирования обязательно проводится в каждом новом билде. Как вы помните, билд – это промежуточная версия нашего продукта. Данный вид тестирования может включать в себя проверку исправленных багов и их степень влияния на весь продукт, либо же на какую-то определенную функциональность. И вам нужно понимать, что регрессионное тестирование обычно не покрывает все приложение, а только те участки, которые тем или иным способом соприкасаются с изменениями в билде. Например, если мы говорим о странице авторизации пользователя в систему, то если вдруг проводили какое-то изменение, связанное с сбросом пароля, обычно эти две функциональности логин в систему и сброс пароля, либо его восстановление взаимосвязаны между собой. Поэтому обязательно в случае вот таких вот изменений нужно проверять взаимосвязанные функциональности. Также регрессионное тестирование рекомендуется проводить несколько раз. А так как функциональности в приложении может быть очень много, то регрессионное тестирование любят очень часто автоматизировать, для того, чтобы сэкономить время тестировщиков и вообще в целом время для тестирования. Стоит отметить, что финальное регрессионное тестирование вот в этом большом цикле, состоящем из трех-пяти регрессий, обычно определяется после выставления некоторых приоритетов. А приоритеты, в свою очередь, определяются наибольшим количеством найденных ошибок в системе. Часто на собеседовании, опять же, могут спросить, как осуществить выборку тестов для регрессии. Есть очень простой алгоритм, который я вам расскажу. Во-первых, в регрессию всегда нужно включать тесты, которые покрывают тестирование безопасности, либо каких-то критичных, важных функций для бизнеса. Обязательно нужно включать в регрессию те области, которые чаще всего меняются в ходе разработки. Также из одного из принципов тестирования вытекает еще один принцип выборки тестов для регрессии. То обязательно нужно включать тесты функции с высокой вероятностью ошибки. Перейдя по ссылке выше, вы можете ознакомиться с основными принципами тестирования и написать в комментариях, к какому из принципов относится данное выражение. И давайте с вами поговорим еще о таком виде тестирования, как ретест. Это проверка результата работы над дефектом, проверка правильности исправления дефекта. То есть, когда разработчик направляет на вас уже пофикшенный баг, то вы проводите ретест. То есть, убеждаетесь в том, что девелопер на самом деле пофиксил данный дефект, и функциональность действительно отрабатывается так, как было задумано в требованиях. Также ретест иногда называют дефект валидейшн. Вот такой урок у нас получился по классификации тестов по степени важности, а также по цели тестирования. Надеюсь, что данное занятие было вам интересно. Если это действительно так, то поддержите данное видео лайком, своей подпиской, если вы еще не подписались на данный канал, возможно, комментарием, либо же вопросом, если он у вас возник после просмотра данного видеоматериала. А я, в свою очередь, хочу сказать вам большое спасибо за поддержку и милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok